Всем добрый день, с вами Айден и, наверное, я не уверен, но вы хотите спросить Как же ты назовешь рубрику с обзором всякой дешевой фигни? Ведь я обещал тысячу рублей за лучшее название вот в этом видео, которое появляется в рекомендациях И результат вы увидите в следующем, наверное, видео, когда уже выйдет обзор на фейковые AirPods Которые мне больше всего понравились и которые, ну, просто реально не отличить от оригинала Выйдет видео, если мы соберем, давайте, 8 тысяч лайков за неделю И тогда я выложу этот ролик, давайте постараюсь, поспешу Достаточно большое количество людей мне вконтакте и в комментариях на ютубе пишут Как даже новый выпуск с вот этим вот компьютером, который мы собираем по частям в разных городах с разными подписчиками Никогда шоу провалилось в прокате Сама концепция собирать компьютер по кусочкам, она оказалась абсолютно неверной Потому что у каждого школьника, который собирает эти компьютеры, у него свои знания Вот сейчас магия, реально, это все без монтажа записывает И смотрите, раз, два, три Оно исчезло! Я отложил этот корпус в дальний ящик, мы как раз переезжали, он был в этом ящике Пока не случилась ситуация, заставившая меня все-таки дособирать эту штуку до конца У меня был достаточно старый, покупавшийся еще там до кризисные времена в Ситилинке собранный компьютер И именно после переезда, возможно, я его где-то как-то уронил, я не знаю, он перестал включаться И знаете, в принципе, наверное, это достаточно легко починить, но я всегда жду, пока какая-то вещь сломается, чтобы ее просто заменить новой Потому что ощущение нового чего-то, оно всегда так или иначе тебя радует Именно поэтому я решил оставить этот компьютер себе, уж простите, обещал разыграть Но так как шоу не состоялось, я не прилег спонсоров, то есть все вот это покупалось именно за мои деньги У меня была вынужденная ситуация, здесь уже стояла неплохая материнка, мне осталось докупить комплектующий Давайте посмотрим, что внутри Свой процессор Intel Core i7, вот такие цифрыки, может быть, кому-то он будет нужен Я разыграю среди вас, среди подписчиков, будет небольшое задание В вопросах сборки компьютера, как вы могли заметить по видосам о сборке компьютеров, я вообще ничего не понимаю О том, что располагать блок питания сверху неправильно, для меня вообще стало каким-то открытием Здесь была установлена только материнка Asrock B450 Gaming K4, примерно так она называется, за, ну, примерно 7000 рублей Все точные комплектующие и общая сумма компьютера будут появляться вот здесь, я все буду это прописывать гугле И самая ответственная для меня часть, это выбор процессора Я считал то, что AMD это то же самое, что Pentium, да, я так считал, я думал то, что это что-то старое Это то, что стоит супер дешево, поэтому это не производительное И это покупать человеку, у которого основные требования это монтаж, ну, в 4К нет, ну, в 1080p 60 кадров в секунду Нельзя, как же я ошибался Я сравнивал характеристики и не понимал, почему AMD дешевле в 2,5 раза, чем Intel И производительнее тоже в 2,5 раза То есть в чем магия, может быть, вы мне, ребят, в комментариях, мне реально, я не мог найти ответа Может, вы мне как-то подробно объясните об этом в комментариях Решил купить тот процессор, который будет самый популярный в ваших ответах И самым популярным стал AMD Ryzen 5 Купил я его за 10300 рублей вместе с кулером, то есть это боксовая версия И в нем 6 ядер, я вообще офигел, потому что 4 ядра для меня было супер круто На моем Core i7, который я отдам, узнаете сейчас, за какие условия, было 4 ядра И этого мне вот посюда хватало, а здесь их целых 6 Процессор заказал, иду дальше Что мне еще не хватает для того, чтобы собрать этот компьютер? Я думаю, оперативка у меня есть У меня есть 8 гигабайт DDR3, кингсонская Я такой беру и начинаю ее втыкать сюда Как нормальный человек, русский, вот так кулаком Ладно, шучу, не так уж сильно это все было И я понимаю, что она не подходит по размеру Вернее, по длине, она абсолютно такая же А вот по этим выемкам, там буквально несколько миллиметров отличия Я встал гуглить, в чем проблема И оказалось, что сейчас на всех современных материнских платах Не DDR3, а уже DDR4 То есть это новое поколение, которое в принципе ничем не отличается от старого Кроме того, что старое нельзя просто сюда воткнуть И приходится покупать новое То есть я еще раскошелился Купил две плашки Это у нас AMD R7 2 666 МГц И они с радиатором То есть вот там есть какая-то система охлаждения на самих этих плашках В общем, купил я еще две штучки по 8 Это вышло в 200 тысяч рублей, получается Ну и вот, вроде больше ничего не надо Подумал я, пришел, все забрал, купил И начал собирать этот компьютер Самое сложное для меня было, конечно, установка процессора Вернее, сам процессор Я установил без проблем То есть я почитал инструкцию, как это делается Я просто воткнул это в нужные дырки и все Я прислонил кулер примерно вот к этим разъемам Все сопоставил и начал закручивать Я понял, что эти винты у меня просто прокручиваются И потом я вспомнил, что когда я заглушки вывинчивал У меня что-то там с той стороны корпуса упало И оказывается, это заглушка на другой стороне Которую нужно прислонять, когда ты привинчиваешь кулер Надеюсь, вам все понятно И дальше случилось ужасное Я не знал о том, что вентилятор, видимо, примагничен Я со всей силы вот так хоп Думаю, ну что-то там застряло, наверное И смотрю и понимаю, что процессора нет Дальше я смотрю сюда и вижу то, что он примагнитился Или приклеился к задней стенке кулера Ножки, особенно у AMD-шных процессоров Их там очень много Если хоть она одна будет повреждена То все, считайте, конец этому процессору И все достаточно плохо у меня закончится По гарантии это не вернется И как бы я просто просрал в 10300 рублей Но вроде бы ножки были на месте Я поставил проц обратно Завинтил все это уже правильным образом И как бы успокоился, обрадовался Вставил плашки оперативной памяти Подключил SSD-шник, который взял с прошлого компа И два своих жестких диска, где были все материалы Тоже с прошлого компа Блок питания я тоже взял с прошлого компа И я очень волновался, что это не запустится Потому что он достаточно слабенький Здесь всего лишь 400 ватт Ну что, вроде бы все в порядке, подумал я Подключил блок питания к сети Воткнул монитор, клавиатуру, мышку Вижу, что здесь есть подсветка Все нормально Если бы не пронзительный писк Вот такая вот фигня Все Кулера здесь все крутится Все работает Я ничего не понимаю Может быть из-за того, что блок питания У меня от старого компа на 400 ватт Но этого должно точно хватить Сколько бы раз я не перезагружал компьютер Не старался что-то здесь втыкать-втыкать Он пищал ровно пять раз Я уже прогуглил то, что по кодам BIOS Это неисправности в процессоре И все Я сразу же понял то, что скорее всего Когда я вот так выдернул проц Я просто его повредил И он больше не работает То есть показывается ошибка процессора Стал спрашивать у вас в инстаграме В чем может быть проблема Может вы мне подсказываете Мне все писали одно и то же Потому что проблема с процессором И только один подписчик мне сообщил о том Что вот эти процессоры Оказывается не имеют встроенного графического ядра А я всегда думал о том Что раз сзади материнки Есть выход под HDMI Значит, что в самой материнке Встроена какая-то небольшая видеокарта Как это было в моем прошлом компьютере Потому что мне там не нужна была видеокарта Чтобы запустить изображение Я вынул из своего компа вот эту вот старую видеокарту Это EVIDIA GeForce GT 730 Она супер дешевая Включая компьютер, он все равно пищит И вот если я сейчас вставлю свою старую Вот эту непонятную видеокарту То что-то произойдет Давайте пробуем Надеюсь, что запустимся С Богом Пробуем Нет Я решил переставить плашки оперативной памяти И все, на мое удивление, запустилось Я сам того не понял Но я просто переустановил плашку оперативки Вот куда-то туда В какой-то момент просто включился экран Я не понимаю Скорее всего в памяти была информация о том, что нет видеокарты И поэтому он продолжал пищать Я как бы ее обнулил Воткнул И все запустил Все абсолютно в порядке Компьютер работает абсолютно так же, как и работал мой прошлый компьютер Кроме небольших для меня проблем Больших на самом деле Я сразу переустановил винду Поставил все драйвера, которые только есть Там на видеокарту На материнскую плату Все последние драйвера Все установил Гугл Хром и так далее Он периодически Редко, но метко Показывает синий экран смерти Я до сих пор не могу найти решение этой проблемы Даже не пойму, с чем это связано Бывает, я просто сижу в интернете Смотрю видосики на ютубе Кстати, часто бывает после видосиков на ютубе В общем, если вы найдете решение этой проблемы И оно мне поможет Пишите об этом в комментарии Тому человеку я высылаю Intel Core i7 Вот с теми цифрками В целом меня все устраивает Монтаж достаточно быстрый Но еще хотелось бы, конечно, видеокарту купить То есть, наверное, это будет следующая покупка Чтобы как-то проапгрейдить эту систему Посоветуйте тоже самую бюджетную видеокарту Но чтобы вот GTA 5 шла на максималках И в будущем, наверное, я поменяю SSD-шник Потому что 128 гигабайт Плюс супер старого формата Мне маловато Я поставлю вот сюда M2-шечку Благо здесь можно Так какие делать штучки-дрючки, да? Ну и корпус, наверное, надо поменять, да? И блок питания Вот это самое основное Больше ничего не надо мне для счастья А, и, кстати, здесь еще почему-то в этом корпусе Не работает вот этот верхний порт USB 3.0 USB 2.0 рядом работает 3.0 нет То есть только один порт Я не знаю, наверное, это просто когда он закрашивал Плюс транспортировка Возможно, сам порт умер И, в принципе, здесь сзади достаточно количества Мне хватает Потом удлинитель куплю Все Не знаю, интересно вам это было или нет Ролик получился больше 10 минут Что, наверное, нехорошо Хотя, мне нравятся ролики длинные Будет обзор 8 тысяч лайков Давайте сюда за неделю Надеюсь, что сможем собрать С вами был Айден Участвуйте в конкурсе на Core i7 Советуйте мне видеокарту И решайте как-то проблему мою Потому что это реально очень печально Очень грустно Не знаю, может кулеров понакупить Может с блоком питания Все-таки реально проблема есть Не знаю Но мне нравится собирать компы Все Давайте, пока Спасибо, что посмотрели Субтитры создавал DimaTorzok